Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал, если вы видите меня впервые. Меня зовут Анетта, и вы смотрите мое очередное видео о покупках в Second Hand. В прошлом видео я разыгрывала новенький шарф из 100% шерсти, сделанной в Шотландии с биркой. И если вам интересно, кто его выиграл, его выиграла девушка Алена, и шарф уже на пути к ней. Я оставлю детали внизу. И у меня такой момент. Честно, мне очень понравилось читать ваши истории, потому что одним из условий было написать что-то о своем гардеробе. Мне понравилось читать ваши истории, ваши комментарии, как и всегда. Поэтому я подумала, а может быть мне стоит сделать розыгрыш в каждом видео о покупках. Но я не знаю, как вы к этому отнесетесь, поэтому напишите мне обязательно, хотите ли вы розыгрыш чего-нибудь, того, что могло подойти бы большинству, скажем, шарфик, или может быть какой-нибудь классный пояс, или ремень, или шапка, я не знаю. В общем, если бы вам хотелось какой-либо розыгрыш в каждом видео о покупках раз в неделю, дайте мне знать, не сильно ли это надоест. А мы тем временем передвигаемся к покупкам. И сегодня я сделала своей целью найти действительно уникальные вещи. Потому что вы знаете, что я охочусь на интересные бренды, интересные вещи. Но в этот раз я решила, что пусть вещей лучше будет чуть меньше, но они будут просто потрясающими, необычными и интересными. Такими, которых точно не найдешь в масс-маркете, которые будут и трендовыми в том числе. Так что моя цель, как обычно, вам доказать, что можно одеваться стильно, в секонд-хенд, и не обязательно для этого тратить кучу денег. И что эти вещи могут быть действительно, действительно уникальными. Если что-то из увиденного в этом видео вам понравится, вы можете приобрести это в магазине «Дайте два» у меня в инстаграм. Я никого не убеждаю и не прошу вас ничего покупать. Это только на случай, если вам что-то действительно очень понравилось и вы хотите себе именно эту вещь. Если нет, то вы просто можете посмотреть, на какие бренды я лично обращаю внимание, на какие вещи, как я их стилизую. Потому что все обязательно будет с примеркой. И перейдем к первой вещи, которую я нашла. Мы начинаем с аксессуаров обычного у меня в видео. Я нашла вот такой вот поясок. К сожалению, на нем нет бренда или лейбла, но честно, по его расцветке я бы сказала, что это вот что-то в стиле Тед Бейкер однозначно. Потому что он очень-очень стильный, приятный. Какая-нибудь простая, простенькая вещь, джемпер, свитер, платье однотонное. С ним было бы просто суперски. И я бы хотела его разыграть, но я не знаю, опять же, хотят ли это. Не хочу надоедать зрителям с этими розыгрышами, чтобы... Это не цель собрать хайпа, а потому что я действительно хочу хоть как-то делиться с вами той любовью, которой делитесь со мной вы. Я не хочу, чтобы это звучало слишком сладко. Я действительно так считаю. В общем, посмотрите, какая красота. Следующий поясок это вот такой вот пояс, знаете, который вернулись в моду благодаря Off-White. Это был вот такой именно способ застежки. Был популярен, когда мне было лет 13-14 и ушел в моду, но теперь возвращается. И вот такой пояс тоже, мне кажется, может стать отличным аксессуаром, например, к чему-то белому. Какой-нибудь белый брючный костюм с пиджаком. Вот это просто будет супер. И дальше, как обычно, у меня очень высокий спрос на натуральную кожу и на вещи, которые обычно в обычных магазинах просто стоят каких-то нереальных денег, особенно если они дизайнерские. И поэтому я в эту неделю решила лучше меньше, да лучше. Итак, первая вещь... Итак, я себе, кстати, по-моему, не оставлю ничего из этого видео. Все, ребята, уйдет для вас. И первая это вот такая вот кожаная юбка Миди. Вы знаете, как я люблю юбки Миди, и вы знаете, как я люблю кожу. И это вот такая классическая, потрясающего качества, мягкая юбка. Она вот такая вот длинная. И что это за бренд? И это какой-то славянский бренд. Я не могу точно сказать, это хорватский или сербский или чешский. Но вы можете сами видеть качество кожи. Мне нравится вот эта деталь на талии. И мне, на мою талию она великовата, но вот на полноценный SM она пойдет. И здесь есть карманы. Вы знаете, как я люблю карманы, ребята. Я ничего с этим не могу поделать. Платье, юбки с карманами, это моя любовь. Идем далее. Вот такая вот мини-юбочка силуэта А от бренда Only. И обычно я не обращаю внимания на этот бренд. Я об этом ранее говорила. Потому что этот бренд, на мой взгляд, стоит покупать новым. Не обязательно для этого идти в секонд-хенд. Но когда я видела вот эту юбку, это просто вот то, что нужно. Она из натуральной кожи. Потому что в масс-маркете и в миддл-маркете есть множество таких вот юбок. Из хлопка, из различных других материалов, из кожзама. Но когда это натуральная, еще и мягкая кожа, то такое нужно брать однозначно. Как я себе это представляю с каким-нибудь кремовым, объемным свитером, который тоже обязательно позднее будет. Вы посмотрите, как это примеряю я. Вот, возможно, с горлом или на одно плечо. И какие-нибудь грубые ботинки. Это все так обыграть. В общем, эта юбка мне очень нравится. И это в размере 34. То есть она XSS. Продолжая тему юбок. Вот такая вот шикарная юбка из кожи. Этого коричневого карамельного цвета. И я признаюсь честно, я не оставила ее только потому, что она мне велика в талии. Потому что вы знаете, сколько раз я говорила о себе на канале, что вот на осень-зиму юбка в таких тонах миди из кожи или плиссе, или лучше плиссированной кожи. Это то, что надо. И посмотрите, что я нашла. Честно, у меня теперь цель найти такую своего размера. Потому что это, во-первых, стильно. Во-вторых, тепло. И не стоит бояться выглядеть в этом устаревше, что ли. Потому что, посмотрите, сейчас весь стрит-фэшн. И она тоже очень хорошо качественная. Она такая достаточно тяжелая. И, боюсь, доставка на нее будет хорошая. Но доставка на мне, как обычно. Поэтому, ладно. Сзади вот такие три пуговички у нее. И подкладка. В общем, эта юбка покорила мое сердце. Но достанется кому-то из вас. Далее пуховики, куртки, кожанки и все прочее. Еще один бренд Вера Мода, который я раньше заказывала на Asus. Его достаточно много в секонд-хенд. Но достаточно мало действительно стильных и актуальных вещей оттуда. И в хорошем состоянии. Я нашла вот такой вот новенький куртку-пуховичок. Aspen External Resort. Здесь нашивка, которая, как вы знаете, так, если признаться честно, обманывает зрителя. Обманывает того, кто на нее смотрит. Что это какой-то более такой люксовый, дорогой бренд. Здесь вот такие вот нагрудные карманы. Карман на рукаве. То есть она в таком достаточно спортивном стиле. Но с какими-то, например, брюками-бананами шерстяными. Или с чем-то вот таким. И грубые сапоги на каблуке. Вот это оно. И меня здесь еще радует капюшон. И вот такая деталь на капюшоне. Вы посмотрите, как это смотрится на мне. Это в размере XS. Дальше куртка, которую я не удержалась не взять по нескольким причинам. Это мужская куртка. И это скандинавский бренд, с которым я была раньше не знакома. Moods of Norway. То есть норвежский бренд. Но когда я просто ее взяла, я посмотрела на подкладку. Я подумала, а на что двухсторонняя? Потому что надо про это сделать отдельное видео. То, что двухсторонние вещи это мои лучшие друзья в путешествии. Когда у вас ограниченный, например, багаж. Но вам хочется ваше максимальное качество дней выглядеть по-разному. Но не паковать с собой просто миллион вещей. Двухсторонние вещи это просто супер палочка-вручалочка. И мне очень нравятся здесь такие богатые детали. В плане вот карманы на золотых молниях. И она действительно двухсторонняя. И с обратной стороны здесь карманы уже на магнитах, по-моему. Да, карманы на магнитах. И если с этой стороны. А здесь капюшон, который застегивается вот так же на молнии. Можно хоть по самой неболу если застегнуть. Здесь вот деталь. Вышивка трактора на синей стороне. И вышивка на рукаве, который тоже. Я люблю детали, ребят. Ну, вы смотрите мои видео, вы знаете, как я люблю детали. И на обратной стороне это вот такая вот веселая куртка с тракторами. То есть это для... Либо для парней, которые не боятся выделяться и выглядеть смело и по-иному. Либо это вот, ну, где-то LXL женская. Потому что вы знаете, что я девочка и я ношу мужские вещи больших размеров. Потому что кто мне запретит, если мне вещь нравится. Так что вот такая вот эта как куртка-дождевик даже. Для мужчин это вообще здорово. Что ты купил одну вещь, а вроде как бы купил две. Это не только для мужчин, для женщин. Для всех это классно. Дальше вот такого красивого, незабудкового цвета. Куртка из натуральной замши. Она в идеально новом состоянии. И это Лора Скотт. Просто меня выкорил вот этот цвет такой необычный. Который вот... Он действительно выделяется. Он выделялся не просто даже на вешалке. А вот когда на него смотришь, он очень небанальный. Я люблю такие цвета, которые... Вот он не просто голубой, не просто небесно-голубой. Такой незабудковый. Незабудковый. Вот реально я это называю незабудковый голубой цвет. Очень такого кроя стандартной кожаной куртки. Замшевой. Даже немного бомбера. И как мне нравится этот цвет. И подкладка тоже здесь такая сатиновая синего цвета. Очень-очень мне нравится эта вещь. И это размер, я думаю, где-то вот XSS. То есть это на кого-то, как на меня, с не очень большой грудью. Если вы помните, в одном из предыдущих видео у меня была курточка не замшевая, а вельветовая от Tommy Hilfiger. И я нашла вот такой еще тоже пиджачок от Tommy Hilfiger, который меня зацепил своими вот именно деталями. Кто удивлен. И это такой размер 14 американский. То есть это где-то ML, L скорее даже. Вот такая вот достаточно базовая вещь. Мне нравятся детали на карманах, на пуговицах. Мне он, естественно, будет велик. Но просто невозможно не обращать внимания на вот такие вот приятные мелочи. И на мой взгляд, это даже вот когда, если эта вещь от Tommy Hilfiger, это намного более интересно, чем даже вышивка его эмблемы на груди. И, конечно, на подкладке все вот это вот, беечки, карманы. Очень-очень я такое люблю. Меня как-то спросили, Анетта, почему ты не берешь джинсовки? Потому что, как правило, они все достаточно устаревших фасонов. И я не хочу делать и покупать вещи просто для галочки. Но я нашла вот такую вот не просто джинсовку, а утепленную джинсовку от Gap. И это не просто, знаете, попка чебурашки, нашитая здесь, но здесь и утепленные рукава в том числе. То есть здесь с подкладкой, она реально очень теплая. И это Gap в размере M. Но мне кажется, это больше вот, наверное, SM, где-то так. И это классика, мне нравится ее цвет, не кричащий. Мне нравится то, что она теплая, подкладка, удобная. Карманчики здесь есть. Но вот только вот эти карманы на груди. Я думаю, ее можно разочек еще простирать, чтобы распушить. Вех, мех. Я прошлась по ней отпаривателем. Но мне прям очень нравится, как она смотрится. Даже вот на мне, несмотря на то, что чуть-чуть она мне великовата. А, дальше вещь, в которой я просто, я поняла, что я не смогу ее не взять. Это кожаная рубашка. Рубашка из натуральной мягчайшей кожи. И она мужская в большом размере. Fascination Leather. Немецкая. Немецкий бренд. К сожалению, не могу сказать размер. Здесь есть вот внутренний карманчик. Как это... Я сразу понесла ее в примерочную, чтобы примерить самой. И посмотрите, как это стилизовала я, девочка размером XS. В таких вот вещах невозможно не выделяться. И я вот сыграла на контрасте с поясом из замши. То есть кожа замша очень нравится. Под такую вещь лучше что-то надевать под низ. Потому что все-таки это не обычная рубашка, которую вы можете простернуть. Но я думаю, это очевидно. Но все-таки скажу. И мне прям вот качество ее, она мягчайшая. Мягчайшая. То есть либо эта рубашка действительно как рубашка, либо как я, как платье. И еще одна джинсовая куртка. На этот раз от Ralph Lauren. И здесь опять же детали, детали. Здесь нашивка из кожи и нашивка сзади Lauren Ralph Lauren. Красивые пуговички. И мне чем она понравилась, то что это не просто джинса, а вот такая джинса красная в белую полосочку. И на мой взгляд это может быть такой, как и транзитный вариант на весна-осень, так и на лето она прохладная. И это в размере L у нас. Так, мне писали, что Анетта, давай больше джимперов с горлом. Кто-то, конечно, писал, что опять твои джимпера. Но, ребята, я обещала, что сделаю кашемир доступным. И я искренне стараюсь этого придерживаться. Хотя я понимаю, что, возможно, это, наверное, не самые такие exciting, не самые захватывающие вещи, на которые можно посмотреть видео. Но это то, что безумно хорошо расходится. И это база, ребята, вот это та самая база, которая нужна каждому. И мне, кстати, в том числе. И первое это вот такой джемпер от Ralph Lauren, опять же. И здесь вот чем мне нравится, что на такой молочного цвета рубашки, джемпере, молочного цвета вышивка, эмблема, который не бросается сильно в глаза, но в то же время делает разницу. И это в размере M. Ну, мне кажется, вот эта S, M и из чего она у нас? 85% шелк, 15% кашемир. То есть она невероятная на ощупь. Очень легенькая, но теплая. И вот прям посмотрите, как это здорово смотрится. Я такие вещи обожаю. И это, если вот брать, на мой взгляд, водолазки и джемпера, то явно не Zara и H&M, а что-то из таких благородных материалов. И лучше, конечно, если какого-то дизайнера. И второй джемпер с горлом белый. Это уже Next. Я обычно обхожу стороной этот бренд, потому что, на мой взгляд, он доступен и в магазинах самих. Но здесь 70% кашемира и 30% шерсти. То есть кашемир и шерсть. Очень он мягенький, очень теплый и очень базовый, как сами понимаете. У него такой тоже офф-вайт белый молочный цвет. Дальше у меня почему-то пошла мания на кабельную вязку. Очень люблю такие вещи. И это Massimo Dutti. Это шелк-хлопок и кашемир в размере S. Она такая достаточно длинная. То есть это как удлиненная туника, как я себе это представляю. Например, вот даже с той же юбкой карамельного цвета. Надеть такой джемпер поверх. Это мне нравится, кстати, что он как раз с укороченным рукавом. И надеть пояс. То есть джемпер поверх юбки и поверх джемпера поясок. То есть чтобы был силуэт у образа, у всего. И в то же время вам было тепло и комфортно. И вот такая вещь. Это просто вот с ним можно много что сделать. И не только с юбками. Можно, естественно, можно заправить. Это, наверное, самый простой такой выход. И вариант у него вот есть Корла. И, конечно, состав шелк-хлопок и кашемир. Это то, что нужно. И качество у него превосходное. Несмотря на то, что Inditex и Massimo Dutti. Далее, конечно же, куда без стопроцентного кашемира. Если вы смотрели все это. Анетта, 70% кашемира. Это нам недостаточно. То вот вам, пожалуйста, стопроцентный кашемировый джемпер. Потрясающего. Вот просто вот это качество восхитительное. Реально восхитительное. Очень он мягенький. Очень легкий. Стопроцентный кашемир. Бренд Clemens Ribeiro никогда не сталкивалась. Отрезали, к сожалению, размер. Но я думаю, это, скорее всего, L или ML. Вот где-то так. Теперь еще одна кабельная вязка. И на этот раз Benetton. Сделана в Италии. У него тоже, помню, что какой-то очень классный состав. Потому что он очень приятный на ощупь. 35% хлопок вискоза, ангора и кашемир. Вот он очень легенький, мягенький. Мне нравится его. Такой небанальный цвет. И вот при ближайшем рассмотрении можете посмотреть, что какая-то кабельная вязка. И опять же, вот смотрите. Даже вот с юбкой. Нет, это слишком теплый оттенок для нее. Вот, в общем, с той карамельного цвета юбкой, например, его же. Хотя мне его хочется, в общем-то, на выправку с узкими брюками. Чем-то таким. Он, к тому же, еще такой слегка-слегка приталенный. Это не сильно заметно. Но вот вы можете, я думаю, все-таки это проследить. Далее шерстяной джемпер от Calvin Klein в размере L. И это мужской джемпер. Я подозреваю, что его неправильно постирали, потому что, ну вот мужская, это будет смотреться как М-ка, на мой взгляд. Так что, скорее всего, по этой причине от него избавились. Мне нравится его дизайн. Не знаю, насколько это видно на камере. Я знаю, что здесь три цвета. Вот темно-синий, серый и еще один оттенок практически черного, темно-синего. И темно-серая еще спина, очень такой из мягкой шерсти. И, конечно, мне такие вот небанальные вещи нравятся. Мне кажется, как не только мальчики могут носить. Несмотря на то, что, наверное, все-таки это как вот мужская вещь. Но вы знаете мое отношение к носке мужских вещей. Еще одна вещь от Ralph Lauren, в которой я очень много вещей замечаю именно по фурнитуре и по деталям. Здесь я заметила вот этот поясок, на котором здесь эмблема дизайнера и Ralph Lauren. Написано, и это вискоза, ягнячья шерсть, ангора и кашемир. То есть, это кардиган с кашемиром в том числе. Здесь есть вот такая ниточка для запаха. И это кабельная вязка. У меня такая... У меня как-то темами идут все видео о покупке. В этом видео это такие уникальные вещи. Кабельная вязка и кожа, видимо. Будут очень крутые мужские свитера. Дальше несколько пиджаков. Вы знаете, что такие видео выходят очень длинными. Но спасибо за вашу поддержку. И спасибо, что смотрите и проявляете интерес. Ребят, посмотрите, какие детали. И это размер M, забыла сказать. Еще один джемпер от Benetton. Тоже сделан в Италии. И это мужская M, но это вот полноразмерная M или даже L, на мой взгляд. И это 70% шерсть и 30% альпака. То есть, он вот вообще невероятно теплый. И мне нравится. И его цвет такой кремово-серый какой-то даже. Ну, он смотрится бежевым, но у него очень мне нравится вот этот его цвет. Он невероятно теплый. И смотрите, со всеми юбками. Вы уже, наверное, видели на клипах в примерке, как это решила обыграть я. И такой джемпер это вот однозначно, однозначно must have. Такой джемпер это однозначно must have. Да еще и такой тепленький. И цвет просто в нем все-все идеально. Для платья, конечно, но только для девочек, кто пониже ростом в качестве платья. Следующий джемпер из 100% шерсти шетландской. И я признаюсь вам честно. Единственная причина, по которой я взяла этот джемпер, потому что я Гриффиндор. Все вот так запущено, ребята. Потому что действительно эти цвета напоминают цвета Хогвартс. И я не выдержалась. Я подумала, что вдруг кто-то так же, как и я, любит Гарри Поттер. И, возможно, принадлежит к дому Гриффиндор. Кстати, напишите. Если вы знаете, какому дому вы принадлежите, то напишите внизу. Если вы сейчас сидите вот так вот с рукой у головы, то простите. Все, я закончила говорить о Гарри Поттере. И, тем не менее, мне очень нравится этот джемпер. И, как мне кажется, он мужской. Это мужская М-ка. Полноценная М-ка. Ну, или как вот женская Элька. Я думаю, она пойдет. Но, смотрите, даже с моим сейчас топом она сочетается. Почему-то у меня какое-то невероятное тепло к этому джемперу. Я не могу это объяснить. Мне нравится это сочетание цветов. Еще один джемпер восхитительного качества. Это Банана Репаблик. И снова... И снова Кашемир и Шелк. 85% Шелк, 15% Кашемир. Он просто вот... Я не знаю, как облачко трогаешь. Я, конечно, не знаю, как и облачко на ощупь. Скорее всего, никакие на это, потому что это пар. Но, тем не менее, мне нравится вот как базовость его. Но больше всего, конечно, это то, как он ощущается именно на... Ощущается на ощупь. Простите за катаващию. Или тавтологию. Но это вот базовая вещь. В размере Эль. Если я не сказала это еще ранее. И он смотрится чуть темнее. Вот он так темно-темно-синего цвета. Еще один кардиган от Банана Репаблик. На этот раз, я думаю, что женский. И сделан из итальянской пряжи в размере XS. Он с Кашемиром. Сколько здесь Кашемира? 10% Кашемира, 45% шерсти. Вискозный найлон. Хороший состав. Он мягенький, базовый. Не знаю, почему мне захотелось надеть его на голое тело. Но я понимаю, что это переборы, наверное, все-таки не для суровых российских, украинских реалий. Тут можно, конечно, что-то придумать. Например, дальше поверх моего топа вот такого контрастного цвета. Какого-то бордового и серый кардиган. Такой более, знаете, строгий. Ну, или на работу для тех, кому нужна базовая вещь, как вариант. Все, ребята, у нас осталось два пиджака и закончим. Вы почти дожили. Пиджак от бренда Stockholm, который я как-то упоминала в одном из своих видео. И здесь я узнала о том, что это Stockholm даже не по бирке сначала, а по подкладке, на которой это все написано. И так вот можно узнать, как, знаете, сколько стоит вещь, потому что бюджетные бренды не будут заморачиваться о том, как выглядит подкладка. И это такой стандартный офисный пиджак в размере 32, то есть это XS. Это на кого-то вроде меня. Мне нравится, как он сидит, и мне нравится, что у него такой современный крой и неброская-неброская полоска. У него изначально, когда я его купила, были закатаны рукава. Я их сейчас раскатала, потом примерю, как я решила это носить. Мне кажется, вот такое можно носить, например, и с базовыми водолазками в том числе, и не только обязательно с блузками, если вы не хотите вот этого традиционного офисного образа. И последняя вещь, это удлиненный кардиган, который я просто не удержалась из-за его фасона, из-за его цвета, потому что он размера плюс сайз, и это вот для девушек, которые постоянно мне пишут, что вот что-то выбирай, не забывай про нас в размере XL и так далее. И это вот потрясающий вариант для тех, кто хочет удлинить свой силуэт, но и прикрыть, например, какие-то свои места, в которых вы чувствуете себя не очень уверенно. И вот цвет, не надо бояться ярких цветов, если вы плюс сайз, потому что нужно это embrace, нужно это... Вот. Поэтому если вот кто-то есть смелый, кто может раскачать такой вот баблгам розовый цвет в этом удлиненном кардигане в джеке, то это для вас, естественно, вы посмотрите, как это на мне, мне тоже нравится. Немного немой оттенок розового вот этот конкретный, но мне прям нравится. У него такое ощущение льняного, несмотря на то, что он синтетический. И на этом у меня все, ребят, спасибо. А, нет, не все, подождите. И забыла рассказать про шапку. Ребята, я сейчас свои миссии сделала. Я почувствовала, скольким людям не хватает шарфов, шапок и теплых вещей. И я сделала свои миссии найти именно вот стопроцентную шерсть, кашемир и так далее. Как же это тяжело, потому что практически вот 99-99% всего на вот того, что можно найти, это акрил. И, естественно, это греть не будет, поэтому я нашла вот такую вот шапку от Peak Performance. Датский бренд. И здесь это овечья шерсть и ангора. Вот такая вот базовая белая шапочка. Здесь есть немного вышивки. Посмотрите поближе. Так что, если кому-то нужна теплая шапка, вот такой вариант. Их реально очень тяжело найти. И она только одна, потому что было бы больше, взяла бы больше, ребята. Но буду стараться для следующих видео. Это все, ребята, у меня. Спасибо вам большое за внимание. Обязательно дайте мне знать, хотите ли вы конкурсы каждую неделю за какой-нибудь комментарий и так далее. Потому что я не хочу с этим надоедать. Я не хочу, чтобы это превращалось в какую-то постоянную гонку. И, возможно, сделать это так, что кто хочет, оставьте комментарии на эту тему. Кто не хочет, просто комментируйте вещи, которые вам понравились. Или мой рот, или что угодно. В общем, ребята, дайте знать, как считаете вы. Я буду к вам прислушиваться. Как всегда, я читаю все комментарии, стараюсь отвечать по мере возможности. Поэтому дайте мне ваш фидбэк. Вещи, которые, если что-то приглянулось, дайте два. Можете приобрести. А у меня тем временем все. Увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Я вас очень люблю. Пока. В предыдущем видео я разыгрывала новенький шорстшорф. До свидания. Продолжение следует...